Всем привет и добро пожаловать в продолжение моей серии, где мы с вами тестируем косметику по разным критериям. Если вы вдруг не следите за серией этих видео, то сразу вам быстренько объясню, что здесь к чему. Периодически я выбираю какой-то интернет-магазин, открываю в нем абсолютно все категории, которые мне понадобятся для того, чтобы сделать полноценный макияж. Ну, к примеру, там, палетки теней, тональные основы, консилеры, карандаши и так далее. И сортирую выдачу товаров по каким-то критериям. Мы с вами уже тестировали самые дешевые товары интернет-магазина. Мы с вами тестировали уже бестселлер интернет-магазина. А сегодня мы с вами будем тестировать самые дорогие товары. Для сегодняшнего видео я выбрала магазин «Владимый кап» и неспроста. Дело в том, что я не хотела сразу замахиваться на такие бренды, как, я не знаю, там, Лапрери, Сислы и так далее. В этом магазине представлены в основном бюджетные бренды, но также там достаточно много мидл-маркета, профессиональной косметики и есть немного люкса. Ну и как вы понимаете, так как мы тестируем сегодня самую дорогую косметику в этом магазине, то здесь в основном будут бренды либо мидл-маркета, либо профессиональные, либо люксовые. И если я вас заинтриговала, то, конечно же, продолжайте смотреть, потому что мы сейчас поэтапно будем выполнять вот этот макияж. И я также буду комментировать, что из этой дорогой косметики стоит ваших денег, а что легко заменить какими-то бюджетными аналогами. И начнем мы с вами с самой дорогой палетки теней, которая продается на Lady Makeup. Я ранее с этим брендом не была знакома, и это польский профессиональный бренд Affect. Если меня не подводит память, по-моему, это, кстати, и новинка этого бренда. Там вышло несколько палеток. Я себе взяла палетку, которая называется In the Spotlight, и, как видите, она далека от нейтральной. Там была, кстати, в наличии у них еще нейтральная палетка, такая спокойная гамма. Но я подумала, вы меня, наверное, тухлыми помидорами закидайте. Если я в очередной раз возьму самую дорогую палетку, которая при этом будет такая совсем пастельно-нейтральная, сделаю очередной какой-то бронзовый макияж такой, как бы никакой. В общем-то, я решила, что надо выходить из зоны комфорта. Сегодня с вами будем что-то творить поярче. И я так думаю, что я сосредоточусь в основном на вот этой вот стороне палетки. И вообще, если на нее посмотреть, то кажется сразу, ууу, такой клоунский набор. Но, в принципе, если вот рассмотреть каждый оттенок, то половина палетки здесь все равно остается нейтральной. Как минимум вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, и даже с натяжкой семь. Это можно сказать, что такие вот, ну, не яркие, не кричащие цвета. И из кричащих тут только раз, два, три, четыре, пять, по сути. Ух! Я вам признаюсь честно, я вот действительно не была готова к такому качеству. Как только эта палетка попала ко мне в руки, еще на этапе с вотчей я просто офигела от этой палетки. Я также с ней уже делала несколько макияжей, и я однозначно могу сказать, что это, наверное, самые, и я еще раз повторю это слово, самые пигментированные тени, которые когда-либо попадали в мои руки. Особенно это касается матовых оттенков. У меня такое впечатление, что это настолько насыщенный пигмент, что реально даже мне с ним иногда страшно работать. Я начинаю набирать на кисть, потом судорожно это стряхивать с кисти, еле-еле наносить, при этом очень сильно и обильно это все начинает наноситься. Но при этом хорошо растушевываются. Вот не было у меня проблем пока что с растушевкой. Короче, на мой взгляд, палетка действительно заслуживает звания профессиональной. Это не мейкоп-революшн, там где сколько кистью не долби об оттенок, потом переносишь, и переносится нормально. То есть не то, чтобы там плешиво или как-то полубледно, нормально переносится, нормально растушевывается. Но это такая базовая формула для массового потребителя. И сделана эта формула, можно сказать, с защитой от дурака, чтобы любой взял эти тени и смог сделать достойный макияж. С вот этим же, как мне кажется, надо очень хорошо знать, что вы делаете, иначе будет полный капец. По своей консистенции эти матовые оттенки достаточно сухие. То есть если вы будете набирать их на палец и свочить, вы будете видеть, как они даже немножко, знаете, как крошатся, может быть, под пальцем. И когда ты уже набираете на кисть, они могут немножко пылить. Но при этом сама передача оттенка на веко не страдает. Ну и вот, что у меня пока получается на верхнем веке. Как видите, это очень ярко и очень насыщенно. И сейчас мне хочется еще на этот голубой оттенок что-то сверху нанести. Я думаю нанести пигмент от KM Cosmetics, который называется Серебряный ручей. Это не продается на Lady Makeup, но просто для того, чтобы закончить этот макияж, мне кажется, сюда это будет очень в тему. И последний комментарий по поводу осыпания теней. Как видите, достаточно много осыпается. Но именно из-за этого я всегда делаю макияж глаз первым, а потом делаю макияж лица. Так, что касается самого дорогого консилера, то, по-моему, по факту на Lady Makeup это YSL Touchecla. Но я его не заказывала по двум причинам. Первая, потому что я его уже пробовала и не могу сказать, что я сильно в восторге от этого консилера. И я уверена, многие из вас тоже его пробовали и уже определились со своим мнением о нем. Но среди всего прочего, в топе по цене, там в том числе и консилер от NYX, который я сегодня буду использовать. Can't Stop, Won't Stop. Мне показалось, он идеально подходит по всем характеристикам. Во-первых, он у меня уже был. Во-вторых, это очень плотный консилер. А вот с таким вот макияжем глаз нереально просто нанести что-то типа Touchecla, потому что это будет просто кошмарно выглядеть. Нужно обязательно что-то гораздо более плотное, перекрывающее. Да и вообще, вы в принципе знаете, что я люблю этот консилер. Я его рекомендую. Если вы впервые на моем канале еще ничего о нем не слышали, то в основном из-за чего я люблю этот консилер, из-за того, что он и плотный, и перекрывающий, и в то же время его вообще абсолютно не нужно ничем закреплять, так как он сам усаживается и превращается в более такую пудровую текстуру. Очень стойко держится и при этом нормально выглядит под глазами не пересушенным сухарем. Ну и теперь все, что мне осталось сделать, это закончить макияж на нижнем веке. Я, скорее всего, буду использовать те же оттенки, которые мы использовали в растушевке на верхнем веке. За исключением, наверное, первого персикового, вот этого неонового оттенка, я сразу возьму вот эту вот фиолетовую гамму и во внешнем уголке сделаю растушевку. И дополню это все тем же синим металликом. И также во внутреннем уголке, конечно же, повторю и пигмент от Кайм Косметикс. Блин, мне кажется, после такого макияжа глаз мы с вами просто можем сейчас расходиться, потому что в этом видео однозначно, ну, ничто не переплюнет эти тени. В общем-то, если вы хотите именно насыщенные пигменты, вот тогда вам сюда. Если для вас это перебор, то, конечно, лучше не покупайте, тем более, что стоимость этих палеток действительно высокая, но, на мой взгляд, оправданная. А сейчас мне нужно будет накрасить ресницы, и я, наверное, последний бьюти-блогер на YouTube, у кого еще не было туши Lancome. Ну, как не было, уже есть. Я помню, когда-то это был вообще такой сумасшедший бум, все сходили с ума по тушам Lancome, все говорили, что они самые лучшие. Я их никогда так и не пробовала, потому что когда-то для меня это было слишком дорого, а потом меня, откровенно говоря, просто жаба давила, потому что не существует, наверное, еще ни одной такой туши, которая бы действительно преобразила мои ресницы в какие-то накладные на вид. Ну, а раз мы с вами сегодня пробуем самую дорогую косметику, то среди всех, которые продаются на Lady Makeup, одна из самых дорогих, это, естественно, Lancome. Их там много линеек. Если я не ошибаюсь, там несколько вариантов. Я себе выбрала то, что мне показалось лучше всего мне подойдет в плане щеточки. И это Hypnose Volumoparte. Тушь, конечно, это и снаружи, и внутри люксовая, красивая у нее упаковка. Что касается щеточки, то это небольшая силиконовая щеточка, именно этим она меня и зацепила. И вообще мне ее форма нравится, это такая, знаете, как елочка, не сильно шипастая, потому что сильно шипастые я тоже не люблю из-за того, что они колят мне веки, и часто я в глаза тоже попадаю такими щеточками. А вот это действительно то, что нужно, по крайней мере, для моих ресниц и для размера моих глаз. Что же касается моего мнения по поводу этой туши, она действительно хорошая. Вот ничего я плохого о ней сказать не могу. Красиво наносится, максимально красивыми, насколько это возможно, она делает мои ресницы. Она даже как будто немножко их приподнимает, и выглядят они достаточно пушисто. Не склеено вот так вот, как, знаете, объемные туши часто делают, что прям склеивают паучьи лапки. Нет, здесь что-то среднее между иголочками и вот такой вот склеенной массой. Реснички вроде, казалось бы, вот так вот забором стоят, но в то же время пушистенько выглядят. В общем-то, нравится мне эта тушь, однозначно буду ею пользоваться и дальше. Но, если совсем откровенно, я не могу сказать, что она чем-то лучше, чем, например, моя любимая от Belor Design. Поэтому, если тушь и ланком в вашем бюджете, то есть вы зашли, купили, и это никак не повлияло на содержимое вашего банковского счета, то, конечно, покупайте ланком. Это классная тушь, она красиво выглядит, все с ней хорошо. Но если ланком вам не по карману, вот смело можете Belor Design брать и получить, в принципе, практически тот же эффект. Конечно, на фоне такого макияжа глаз мне сейчас будет очень сложно вам ее продемонстрировать в действии, но, тем не менее, это не последний раз, когда я буду ее использовать на своем канале. Даже если сейчас будет не совсем понятно, то следите за моими новыми видео. И, кстати, во всех старых последних видео тоже практически исключительно на мне эта тушь, поэтому можете вернуться на несколько видео назад, посмотреть и там тоже, как выглядят мои ресницы. На тональной основе я сильно долго останавливаться не буду, потому что среди самых дорогих, которые продаются на Lady Makeup, мой личный фаворит, который я уже миллион раз показывала, и это тональная основа от Estée Lauder Double Wear Nude. У меня это оттенок 1N2 Ecru. Я сейчас быстро нанесу эту тональную основу. Если вас интересует подробный обзор, он у меня есть со стойкостью на протяжении дня, как это все выглядит при дневном освещении и так далее. Поэтому, если вы захотите посмотреть отдельный обзор, я вам обязательно ссылку на него оставлю. А сейчас я это просто нанесу на лицо, и мы с вами пойдем дальше. А среди всех самых дорогущих хайлайтеров меня больше всего заинтересовал вот этот вот от Lumine, который называется Invisible Illumination, и я себе взяла оттенок Midnight Sun. Это жидкий хайлайтер, и фотографии в интернете выглядели просто, конечно, восхитительно. Я потом тоже погуглила свотчи, свотчи мне тоже очень понравились. Чем-то мне это напомнило мой любимый хайлайтер от L'Oreal Glow Mon Amour, но они все-таки очень разные, хоть и похожи чем-то. И, кстати, кажется, что у Lumine в два раза меньше баночка, чем у L'Oreal, но и тут, и тут 15 мл, поэтому объем абсолютно одинаковый. Что касается Lumine, это максимально деликатный хайлайтер, но безумно дорого выглядящий на лице. Вот не зря он называется Invisible Illumination, то есть невидимое такое свечение, потому что вот он именно и как будто невидимый с одной стороны, то есть вообще не видно, что что-то вы нанесли на скулу, просто ваша кожа начинает очень красиво светиться. И если вы уже пробовали L'Oreal, и вам бы хотелось вот что-то то же самое, только немножко более деликатно, чтобы это светилось, потому что L'Oreal все-таки это достаточно насыщенный хайлайтер, то вот это, наверное, было бы вашим идеальным выбором. Идеально это тоже будет смотреться и в возрастном макияже, потому что здесь нет ни блесток, ни металлика, ни какой-то чрезмерной насыщенности. Вот просто достаточно нанести этот тон, и вот этот хайлайтер для возрастного макияжа, и лицо просто преобразится, это я вам гарантирую. Этот хайлайтер тоже абсолютно не подчеркивает текстуру, и выглядит просто вот таким вот влажным свечением. Вы, даже если под микроскопом себя будете рассматривать, вы не увидите, что что-то в эту зону нанесено. Это действительно свечение изнутри. Среди самых дорогих бронзеров там были в том числе и бронзеры Аффект, но я, честно говоря, не смогла определиться там с оттенком, как-то мне сложно было выбрать, и я посмотрела, что практически в ту же цену там идут бронзеры от The Balm. Этот бронзер называется Take Home The Bronze, и оттенок у меня Oliver. Именно этот оттенок идеально подойдет для тех, у кого кожа с оливковым подтоном, потому что этот бронзер тоже очень такой откровенно оливковый. В моей коже оливкового подтона нет, поэтому для меня, может быть, это не самый идеальный вариант, но тем не менее, как по мне, тоже достаточно симпатично выглядит. А среди самых дорогих помад фигурирует бренд Аффект, и я взяла себе их жидкую матовую помаду в оттенке Nirvana. Я старалась подобрать максимально нюдовый нейтральный оттенок, потому что я знала, что на глазах будет что-то вот такое вот, и мне кажется, я, в принципе, справилась с этой задачей. Эта помада мне понравилась по своему качеству, она неплохая, но в то же время я не могу сказать, что она стоит своих денег. На том же сайте Lady Makeup есть просто обалденные жидкие матовые помады от Golden Rose, которые называются Long Stay Liquid Matte Lipstick, и мне кажется, они даже лучше и стоят гораздо дешевле, и оттенков тоже очень много. У меня, кстати, вот этот 13-й оттенок, это, наверное, мой любимый нюд в плане жидкой матовой помады, поэтому обязательно присмотритесь. Но в то же время, если вы засматривались на Аффект, вам было интересно, то знайте, что это тоже достаточно неплохая классическая такая жидкая матовая помада. Она достаточно пигментированная, но в то же время не плотная, не такая негустая, какая-то противная на губах. Как и большинство таких формул, она подсушивает губы, то есть лучше готовить их изначально. Ну вот и все, я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если так и было, конечно же, поставьте ему палец вверх. Если вы впервые на моем канале или еще не подписаны, обязательно подписывайтесь. Это можно сделать, нажав на круглую иконочку вот здесь. И также YouTube сейчас предлагает на выбор вам несколько моих видео. Если вы их еще не смотрели, можете сейчас посмотреть. А если вы их смотрели, то мы с вами встретимся в моем новом выпуске через несколько дней.